Сегодня мы читаем 74 стих «Рады Рассуданифи». Мы продолжаем прославление этого метода, к которому мы прикоснулись, этого пути, особенного пути преданности, которого мы следуем. Мы продолжаем раскрывать его славу. Сегодня мы продолжаем следить за вершины «Рады Рассуданифи» и этот специальный путь, мы следим за специально, сладкий и глубокий путь. Я прошу прощения, мой голос хорошо слышен? Написали из Мунгер Мандира, что не очень хорошо голос слышен. У меня немножко видео тоже подтормаживает со звуком. Ну, может, только слегка, разве что. Просто тогда не удивляйтесь, что будут, наверное, небольшие паузы, потому что немножко тогда подтормаживаем. Итак, я несколько раз прочту этот стих, потому что сразу скажу, те, кто не следует пути Манджари, срочно покиньте аудиторию. Пусть родители Кришны, и все старшие жители Вриндавы остаются на расстоянии. Вся слава им. Пусть круг друзей Кришны также сохраняет дистанцию. Пусть слуги Господа Враджа Кришны находятся особенно далеко, что говорить о других. Пусть все они находятся далеко от входа в Кунжи. От входа в Кунжи, где нахожусь я. Где нахожусь я, как любящая служанка. Как любящая служанка, слушающая, как позванивает колоколичный пояс дочери Вришабхану. Как он позванивает, когда она занимается любовью со своим возбужденным возлюбленным. Пусть родители Кришны и все старшие жители Вриндаваны остаются на расстоянии. Пусть круг друзей Кришны также сохраняет дистанцию. Пусть слуги Господа Враджа Кришны находятся особенно далеко. Что говорить о других. Пусть все они находятся далеко от входа в Кунжи. От входа в Кунжи, где я нахожусь, как любящая служанка. Слушающая, как позванивает колоколичный пояс дочери Вришабхану, когда она занимается любовью со своим возбужденным возлюбленным. Комментарий Антадас Бабаджи называется Тайна Кунж Вриндаван. Комментарий об Шилан Антадас Бабаджи Махарад Шриман Махабрабху говорит Шри Йорупагиасвами в читании Ширитамридзи. Во Вселенной существует бесчисленное количество живых существ, которые делятся на 8 миллионов 400 тысяч видов форм жизни. Также они телятся на два различных типа, движущиеся и неподвижные. Движущиеся существа разделяются на сухопутных и живущих в воде. Из них, из этих сухопутных человеческих видов жизни всего несколько тысяч, точнее 400. 400 тысяч видов. And out of them who are living on the land, the human species is very few. 400 тысяч видов. It's 400,000 species. Сюда входят все демонические и ангелоподобные формы. And amongst humans, there are all kinds of angels and демонические формы. Формы человеческого человеческого существования, человеческих видов жизни. It is like a human species of life, human-like. И даже на Земле здесь среди людей существует разделение на варварские и дикие расы. И цивилизованные, которые следуют Ведам. And цивилизованные которые следуют Ведам. Половина этих последователей Вед неискренне следует им, и совершают грехи. Amongst humans, there are just a few who follow the Vedas, and half of them offer only good service to them, but commit sins that are forbidden by these Vedas. и поэтому они не считаются религиозными людьми. And are thus not counted amongst amongst religious people. Среди религиозных людей существует много трудящихся ради плодов. Amongst religious people there are many fruitive workers. И среди миллионов трудящихся ради плодов может быть существует только один мудрый человек гьяни. And out of millions of fruitive workers there are maybe one great wise man гьяни. Среди миллионов таких гьяни, то есть мудрецов, едва ли один освобождён. Out of millions of these гьяни, wise man, one is liberated. И среди миллионов освобождённых может быть только один человек, предан Кришне. And out of millions of liberated souls, one person may be a devotee of Кришне. Из всех преданных Кришне, преданные в настроении вража, наиболее возвышенные. Of all the devotees of Кришне, a devotee in вража mood is even more rare. Ну и соответственно редки. They are very rare. Еще более редки и возвышенные те, кто достиг настроения сакхи. More rare than them are those who attain the mood of the sakhis. Шимати Радхарани is your friends. And the most rare are the devotees who attain Manjari Bhava, the personal service of Swami Радхарани. Here we can see the same thing as we have in Bhagavad-Gita in the 7th chapter. 7th глава, 3rd стих. 7th chapter, verse number 3. Где Кришна делится сокровенным Сарджуной. Where Кришна is sharing his innermost things with Арджуна. And now we are going to touch also to touch these deep feelings deep secret feelings of Krishna. И Прабхупада в комментарии дает ключ к пониманию этого стиха. Шила Прабхупада in his commentary he is giving the key to understand this verse. Из многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству. У меня просто следующая не эта фраза у меня идет лорд брахма вы перескочили? Нет нет это 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 Бхагавадгита Да Вы сейчас цитируете Бхагавадгита Да 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 Окей Here comes a quote from Бхагавадгита Из многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству Out of many people even one is aiming his aim is the perfection А из достигших совершенства едва ли один воистину познал меня And those who have attained the perfection hardly one person is knowing me Суть комментария Прапупады выражена в одном предложении которое он сделал вначале и потом раскрыл его содержание Но раскрыл его так что понять его может понять его по-настоящему может только тот кто следует тому же пути которому следует сам Свиропраппады But who can understand his explanation Those will understand who follows the same path as Свиропраппады is following And Свиропраппады is following the manjari path And he says in comments to достичь Krishna могут лишь те кто обладает сознанием Krishna Свиропраппады To comprehend Krishna can only those who has the Krishna consciousness То есть его сознанием It means that those who has his consciousness To есть другими словами без этого открытия того о чем Кришна думает чем поглощено его сознание чем поглощены его думы невозможно его постичь So in other words it means that without knowing what is in the heart of Krishna without discovering his innermost feelings you cannot comprehend him And in the stich in the stich Krishna da it nam ok объясняя что есть совершенство And in the verse itself Krishna is giving a hint what is perfection Manusha nam saha srishu Manusha saha ayatatam apisidhanam он говорит ayatatam apisidhanam то есть достигшее совершенство In this verse he is giving a hint and he is speaking about those who has attained perfection Siddhanam What is it for совершенное name on what he is saying about Siddhanam and what he is talking about On what совершенство in воспевании этого имени he is about what he is talking about what what perfection of chanting of what name he is speaking about Что за управляющее божество должно явиться перед внутренним взором при повторении этого совершенного имени And what topmost deity should come before the inner side of those who are chanting this perfect name What practice Krishna is doing himself Whose name he is chanting and what image does he have when he is chanting this name which which is in what his own consciousness is immersed where it is immersed what he is thinking about at his home what he is thinking about when he is going to the Vrindavana forest what he is constantly poised and pleaded his heart what his heart is singing and crying about and we will read about this below because it's a secret the secret that could be only revealed by Manger and others please could you stay very very far away from this secret because they could not understand this secret in the previous verse Shripada described how Lord Brahma Lord Shiva and all great sages and demigods can hardly enter in the confidential truth about Shirada and in this verse he explains how also Krishna's own servants friends and parents in Vraja cannot enter into his confidential pastimes with the gopis in the forest bowers first of all he says the elderly cowherders as well as Krishna's own parents stay far away from the kumja because for them Krishna is always a mere child and the parential relationship is incompatible with the amorous relationship for for mother Yishoda Krishna is child . For mother Yishoda Krishna is always the child that still needs her breast milk once once during rada and mohanas pur var raga the beginning of their love when Chiamasundara Он увидел сладкое лицо Шри Радхи. Мы же можем понять, что лиц было много. Там были и лица его любимых родителей. И его слуг. Любящих его. Любящих его больше жизни. Servants who love him more than their own lives. Старших пастухов. The faces of elder cowherders. Друзей. Faces of his friends. И множество, множество сладколиких гопи. And many, many sweet faces of young гопис. Но видел он только одно лицо. But in fact, he saw only one face. Видел он только это луноподобное лицо с Шри Мати. He saw only one face. Moon-like face of Шри Мати. И этот нектар, что сочился из ее луноподобного лица, распалял страсть его сердца. И причинял ему невыносимые страдания. Он не спал всю ночь. Он медитировал на ее форму. He meditated on her form. И мы же понимаем, что человеческое и божественное хоть и подобны, но они равны. И здесь не статическая медитация. И здесь не статическая медитация. Когда человек погружается в медитацию, у него картинки подобны застывшим картинкам, застывшим фотографиям. И when human is going deep into his meditation, the pictures within his mind is like a picture the aesthetic. И он перемещается от одной фотографии к другой. And human he is going from one picture in his mind to another picture. But здесь в этой глубокой медитации Кришна медитировал на форму и эта форма действовала. And here in Кришна's divine meditation he was meditating on form and this form was acting. Where she was acting. Что делала Ратвика? What did she do? Где происходило это действие? And where this action was taking place? Что делал он в это время? And what he did at that moment also? Для нас это пока остается тайной. For us for now it is a secret. Манджари могут видеть своим внутренним видением могут прозревать эти картины. Манджарис are capable to see these inner pictures inner images in his heart. Потому что это двусторонняя связь. Because this connection is like double sides both sides. И Ратвика также изнывала от любви. And Radhika she also was like suffering from her love too. И медитировала на сладкую форму Кришны. And she was meditating on the sweet form of Кришны. И эта форма тоже не была статична. And this form also was not static. Другими словами это была встреча. In other words we can say that it was a meeting. Они переживали эту встречу. And both of them experienced this meeting. Но им этого было мало. But for them it was nothing. Это удивительное качество любви. It is an astonishing quality of love. Ее всегда мало. It's never enough. Ее не бывает достаточно. You cannot be satisfied fully because it's never enough in love. Удовольствие заканчивается. The enjoyment can end. У него есть границы пересыщения. Enjoyment has some borders when it's like over. Yes, when it's too much. У любви нет границ. But love has no borders. Подлинная любовь рождает жажду. Genuine love is producing more thirst. even together. when they are together. have little together. And if they are together, for them it's not enough. They want more. when Radhika and Mohan are together. When Radhika and Mohan are together, for them it's not enough each other. They are always missing each other. And Manjari and never continue shremati. Radhi, Radhi. Radhi, Radhi. Radhi, Niponятно. Deverka, я услышал, я посмею себе, как сопливой девочке, не согласиться с тобой в одном моменте. Давай. Какое? Вот мне интересно твое мнение, да? Твое видение. Что вот ты сказал, что они не могут насладиться, и как бы им вот, знаешь, такое недовлетворённое счастье. Если они вечные и в Ананде, как они могут недовлетвориться? И вот мой вопрос. А вот это состояние пранаи, где они сливаются, знаешь, они же хотят до единения войти. Вот, может быть, там для них есть дверь волшебная, где они полностью наслечаются, где они сливаются в одно и становятся одним. Рады-рады. Рады-рады. И перевод, подождите. Пожалуйста. Рада Говинда Прабочий, рада Ваше лицо видеть, наконец-то. Так. Рада Говинда, he is asking, like, I cannot, he is saying, I cannot understand, and maybe I cannot be agreeing with you, because how it is possible for a divine to be unsatisfied always. Maybe there is some satisfaction, because in the state of pranaya, maybe they have this satisfaction state, this secret, and he is saying, like, can you please contemplate on this more? Ответ простой. The answer is simple. Если появится полное насыщение, полное удовлетворение, скажем так, но это не самое лучшее слово, абсолютная наполненность, то все прекратит быть. If there is a full satisfaction, fullness, then everything stops, the existence stops. Природа абсолютной истины динамична. The nature of the supreme truth is always moving, is always in dynamics. Бесконечная динамика. It is eternal dynamics. И это бесконечная динамика страсти. Because this is the eternal dynamics of the passion. И здесь Радика исследует границы своего блаженства, своей любви. And here, Радика is exploring where her own borders of her pleasure and of her она исследует границы своего совершенства, своей любви. Своей любви. She is exploring not plan, she is exploring, I said wrong, she is, Радика is exploring the borders of her love, of her perfection of love. И всегда выходит за их пределы. And she is always going beyond these borders. Это суть ее самопревосхождение. And it is the essence of her self It is the essence of her self transcendence. Тхара Дхара значит самопревосхождение. Дхара Because she is Дхара, it means self transcendence. She is going beyond. Если мы прочитаем Дхара наоборот, то получится Радха And if we change syllables, it means Рада. Она не выходит из этого состояния. Она его не покидает. And she cannot go out from this condition. Она не может его покинуть, потому что это ее суть. She cannot leave this condition because it is her very essence. Это сокровенная суть абсолютной истины. It is very secret and deep essence of the absolute truth. И чем больше насыщение, тем больше жажды. And the more satisfaction, the more thirst appears. Но жажды, исходящие из восторга. But this thirst is coming from this excitement, this amazement. What is this amazement? It's like the mood. What is it? What is it? What is it? What is it? Почему? 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 It's like why? 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 Почему это так влечет меня? Why I'm so attracted? почему этот аромат сводит меня с ума? Why this aroma drives me mad? Почему эти звуки лишают меня памяти? Why these sounds make me forget everything? А прикосновение лишает границ моей личности? And why this touch are taking away the how to say the borders of my personality? Like this touch caused my personality to vanish. finish. А в поцелуи я просто теряю себя. And while kissing I am losing myself completely. Что это? Что это? Что это? Что это? And she is saying what is it? What is it? What is it? And while she's doing this self transcendence she's going beyond on and on so Mohana is following her. Что это? Что это? Что это? Что это? She's also saying what is it? What is it? Ananda Maia по-моему тут кто-то хочет сказать Ananda Maia руку поставить подняла. Нет, нет. Микрофончик у кого-то микрофон 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 посмотрите у кого-то Maybe it's in Rada Mofan No? Микрофон off кто-то все выключили звук yes very loud sound is coming Ananda Maia she wants to say something Ananda Maia что-то ты хотела сказать давайте я закончу мысль откуда столько любви за что за что она любит меня что привлекает во мне что привлекает ее так что она чувствует когда любит меня и он идет в это исследование и форма этого исследования является Гаура который тоже не статичен и меняет состояние когда он в состоянии в сознании Кришны или в сознании Радхики или в сознании Манджари и исследуя эти состояния он делает соответствующий вывод что понять сокровенную тайну моего сознания могут только Манджари какой-то был вопрос у кого-то Ананда Майя был вопрос какой-то или нечаянно у тебя там что-то я случайно там малыш что-то нажал да-да-да я знаю что хотел вот как бы немножко да вот такой краски добавить вот то о чем ты говорила опустошение да что они опустошаются и вот знаете вот я сегодня читал 156 стих Шишират Раса Судханитхи да и здесь комментарий Ананда Дазбабаджи вот тут в тему в твою мысль Дамодар дополнение такое как здесь такой момент он говорит Ананда Дазбабаджи да то есть радость Кришной встретили или они стремятся удовлетворить друг друга оба оба они трансцендентное блаженство да Кришна и полное трансцендентная любовь тире радость они охвачены такими вот этими Дамодар то о чем ты говорил вот это знаешь как межлотворенность я не всю любовь получаю представляете что это как снежный ком это же нарастает нарастает и они это выжигает выжигает пустотой и Ананда Бабаджи возлюбленный продолжает он говорит что только их служанки наши гурудеви кинкери манджери они такие опытные и фальсифирные служения юга латишори то они справляются с заполнением этой пустоты в сердцах обоих они они приводят кришну к ратнику кришну да это тайна перевод перевод подождите пожалуйста это какой вы стих читали 150 сустоин Говинда Макхим Тадо Говинда сказал что сегодня он читал Радараса Суданит его vers номер 156 и там он также сказал о унионе Раде и Мохана и также он сказал что для них всегда не достаточно и они они не так overwhelmed от другого то что они они везде могут они они это не полица в и они не они не полица не много полица так он он сказал что он сказал что он Манжири are capable to feel эту не в в Да, это особая способность манджари, которая есть только у них. Они вместе с Божественной Четой проживают явление нового мира. Потому что они вместе с Божественной Четой они обновляют, они испытывают вновлении нового мира. Обновление Абсолютной Истины. Реверсия, ренувия Диванной Духи. И они демонстрируют Божественной Чете красоту этого нового мира. Его сладости и перспективы. Это непостижимое, непостижимое для других служение. В которых остро нуждается Божественная Чета. Нуждаются всегда. Потому что сами находятся в процессе. Они не выходят из процесса. И они не выходят из этого процесса. Я очень рад твоему вопросу и твоему участию в этом зуме. Я очень рад. Спасибо тебе. Мадар, ну они же получаются, смотри Вот Вопрос у меня Торчит какая-то Вот это Опустошенность их И говорится, что Рада Это игра такая, что Рада Была безутешно, Кришна опаздывал А он Гавинда Махини для вас Чтобы вы перевели Рада плакала, они не могли утешить ее И там такая волна этой печали Ужанга побежал искать Кришну А Кришна, он там, не знаю На следах, он или вспомнил Или на ментальном каком-то образе Он тоже так же лежал, сидел на дороге Он вообще в другую сторону убежал И говорится, что он так был опьянен Вот этой болью разлуки, горел Что он забыл дорогу, хотя знал ее Знал, где встреча будет И говорится, вот эта девочка, какая она Ну сколько у нее любви, сколько у нее Вот это надо правильность к сламини Что она приводит, она и Кришне Дает охлаждение, да, его сердце И рада вот эту, ихнюю пустоту Дамодар, о чем ты говорил Удивительно Прекрасный момент, да Вот такая нюансик Вот наполне Дамодар, два слова Вот про вот эту Вот эту опустошенность Вот скажи, пожалуйста Про ей милочь Медитация Манджари являются полным вместилищем картин Манджарис, they are like containers Of the images Полный вместилищем картин отношений Божественной четы Их отношений в абсолютной детализации В динамике, приводящей к ульминации их отношений Это объемные картины Живые, настоящие, объемные картины реальности Которые они могут так воспринимать Так и передавать И манджарис, they are capable to keep These live dynamic pictures And then can give these pictures also Они могут это передавать И друг другу И божественной чете И они могут это передавать These pictures to each other And to divine couple also То есть манджари может передать Весь объем любви Шримати Которую она испытывает в этот момент К Мохану Когда она приходит к Мохану И поэтому Мохан будто бы встречается Со Шримати В этом пространстве Внутреннем пространстве сознания Внутреннее пространстве сознания Кришны Кришна будто бы там Он ныряет в это пространство И будто бы находится Будто бы проживает все эти чувства Все эти эмоции Как участник их То есть как живой участник этих событий Точно так же манджари управляют Вниманием свамини And the same with Swamini Манджарис can guide her Внимание Сейчас секундочку Attention Sorry Манджарис They can guide the attention Чтобы выполнить свое служение Им необходимо владеть Вниманием свамини Because to make their service To do their service They need to Guide her attention И они захватывают внимание Свамини Именно этими Живыми картинами Картинами этого внутреннего сознания Объемными картинами Которые разворачиваются в игру These volume pictures That are Like In dynamics They become Lila Past И пока Свамини Наблюдает эту игру Они могут выполнять ее служение Например Наносить макияж And while Свамини Is absorbing In this past time Манджарис Are transferring To them So She is like Stuck Somehow Манджарис Are able To make This subtle Service As to put An eyeliner On her eyes Or Other Service Поэтому Кришна Бхагавадгити Аржуни Говорит Что Постить Кришну То есть Меня Постить Меня Могут лишь те Кто Обладает Моим сознанием And that's why Кришна In Бхагавадгита Is saying To Аржу That Those Person Who Wants To Know Me So He Should Get Кришна Consciousness Владеет Моим Сознанием They Should Have This Кришна Consciousness Управляет Моим Сознанием And They Should Control They Should Manage This Кришна Consciousness Управляет Моим Сознанием Так Как Я Этого Хочу And They Are Controlling And Managing My Consciousness In The Way I Like It Я В Неоплатном Долгу За Это Управление And I Forever In Depted For This Management Of My Consciousness И На Это Способна Только Манджари And Who Can Make This Perfect Management Only Манджарис Are Able To Do This Только Кинкари Свамини Only Кинкарис Of Свамини Поэтому Мы Идем Путем Я Ставлю Бегопеки Пока Ты далеко Не Шел Давай Давай Да Ты Такую Сладкую Вишу Сказал И Я Хотел Был Знаешь Своего Сегодняшнего Личного Опыта Добавить Это Знаешь Как В Тем Где О чем Я Говорю Ты Сказал Как Кинкари Что Они Управляют Они Должны Владеть Расхикой И Вот Ты Говоришь Вплоть До Того Что Они Рисуют Ей Но Знаешь Как Вот Сегодня Я Уловил Момент Я Подносил Вот Перед Тем Знаешь Как Боже Слав Хишеку Делают Да Потом Надо Маслами Натереть Я Такую Чувствую Рада Такая Ну Зачем Она В Разлуке Без него Он Где То Гуляет Да И Она Говорит Мне Не Нужны Масла И Знаешь Что Когда Я Начал Натирать Ей Ушки Я Шептал При Этому Это Для Него Он Так Привлекется Тобой Вот В Этому Знаешь Это Вот Какой-то Сегодняшний Даршин Для Ни Они Шепчут Она Думает О нем И Она На Это Ведется Она На Эти Туш На Эти Благовония На Эти Масла Она Реагирует Ее Можно Затащить Только Для Него Тогда Она Жизнь Сознание Кришны Да Она Она Жизнь Снимает Потом Да Она Жизнь Снимается Это Потом Да 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 Рада Говинде С 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 Адинабисheк, и когда он был убирать Радика с водой, он чувствовал, что Радика сказал, что не, 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 не пустой водой, не нужна. Потому что он чувствовал, что Радика, Радика, она была в separation feeling с Криснамом. И Раду Говинда, он сказал, что когда я was putting this водой, я был saying to her, like, it's for him, it's like, he will like it, he will like it, it's for him. So, please accept this oil. And he's saying, like, yes, Радика is doing everything for Krishna, she's applying her makeup, she's using all this incense and all these oils only for him, and you can catch Радика, because she doesn't need anything, she doesn't need all these cosmetics and ornaments, and oils for herself, because Damodar also, he added that she's taking and throwing everything out from her, because she's so passionate, and she's so, like, crazy in love, she doesn't need anything, but for him, she's doing this, for him, she's accepting this manger service. Потому что сам аромат тела Шима-Тиратики, чистый аромат тела Шима-Тиратики сводит Мохана с ума. She doesn't need any oils because her fragrance of her body drives Mohan crazy because it's so аромат. And all other beautiful aromas they're gaining their full perfection when they're touching this topmost aroma of her body. ни один аромат в мире не сравнится с этим ароматом, ароматами её страсти. We cannot compare aromas with an aroma of her pure passion. Её однонаправленной страсти. Of her one pointed passion. Krišne не нужны эти украшения. Krišne совсем не нужны эти украшения, эти притирания. Всё это ему не нужно. Он отказывался на водар. Я ему после вешал, он падает из рук. Он какой-то как аскет у меня сегодня вы видели. Я сейчас показывал такой какой-то в простыне. И я ему в ушки, знаешь, как кинкери, как служанка. Она же тебя так любит, твоя любимая рада. да, 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 И одни хоть парочку. И вот двое успел. Я думаю, вот в этом Говинном Ахине это вот секрет, милость нашего Гурудева, Парампары, Шилы Прахупады вообще, Горди Таи, что вот этот дух, что мы должны его, мы должны напоминать о ней, о ей, вот в этом истинное целое, сближать, вот чтобы боль разлуки, чтобы вот это единение, чтобы переполнилось, чтобы. Я думаю, вот это вот мое откровение, такое личный опыт. Рады, рады. Не знаю, правильно, неправильно, Дабадар, поправься. И Раду Говинда также добавляет очень сладкое что, когда сегодня он делал этот одновременный его тапурджей, когда он одновременный Кришна, он также сказал, что я не смогу поставить одновременно на него, потому что Кришна не отказывает что я не нужна. And he's saying like today Кришна, his Кришна is some ascetic mood, so he's like rejecting necklaces, but Раду Говинда is saying that I was like whispering that it's for her, it's for Radhika, so please accept, and he's saying that so in this way, I had a chance to put something on him, otherwise he was rejecting. So he's saying that it is the grace of our Guru Manjari, of our Guru Parampara, of that we can understand what is the main service of Manjari to make to say to them about them about how to say to say to Radhika about her beloved and to say to Mohan about his beloved. Yes. When Mohan играет на fletting, кроме этой игры, которая призывает Swamini, Manjari также одевает его сообразно настроению и одеждам Swamini, чтобы это их красота соответствовала гармонии, чтобы это гармоничная картина была. And when Mohan is playing his flute, Manjari is putting on him some garments to match the garments of Radhika, because they want them to be like one, in one colors, in one style. Чтобы порадовать Radhika радhika to make Radhika happy, they offer every time new garments. Yes, наша обязанность увеличивает страсть. And our duty is to make their passion more and more. Потому что это и есть раса. Because it is Rasa itself. Rasa это страсть. Rasa it is passion. А страсть это не утоленность. And passion is never full, is never satisfied. И поддерживать это как раз то, чем занимаются те, кто знают, что такое сознание Кришна. And those who know what Кришна consciousness is, their duty is to maintain this passion in the divine. couple. Поддерживать страсть. Their service is to maintain the passion. Мы можем сегодня не успеть тогда дочитать до конца. И у нас осталось немного времени, 10 минут. Тогда мы продолжим комментарии этого же стиха. Продолжим эту славу Кинкери в следующую субботу. А сейчас тогда вопросы, дополнения, комментарии из этого начального скажем так кейса. 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 we have only 10 minutes left, so we could not finish this verse today. We will continue the next Saturday. and please now these 10 minutes feel free to share, maybe to ask some questions or to share something in this case on this topic. дополнения, комментарии Рафа Говинда. Да, у меня всегда есть. Я считал сегодняшний Дамазар, коли больше прости, я двою на половине или до... Да, меня тоже одерживают. Там в конце она приводит танка, да, ну, почти что мы параллельно докрутили еще историю докрутим. Она сводит их, наполняет их и Кришна в поцелуи петель передает. А с вами не такая счастливая, она отрывает, поворачивается. И эту девочку, эту кинкари, представляете, что там говорится, что одно из имен Рафики, вот мне бы очень понравилось, хочу Баджу как-нибудь спеть, Рада Вацалия. А, Даси Вацалия Рада. Даси Вацалия. То есть она, она мама, мама, она ее подводит к себе и как мама, представляешь, вы, да, вот мое вам это восхищение и это наполнение или как направление, дорогие ващитавы, готовьтесь, с вами вот эту кинкари, которая привела Кришну, она всадит вот за себя и целует ее в губы и также в поцелуи передает ей вот эту любовь и сладость Кришны и свою и туда же уходит не выдерживает даже Прападхананда вылетает, это удивительно, это губы, губы в памяти, вот в этом состоянии, когда они были счастливы в Ананде, то есть боль разлуки, этот огонь погас, и они в поцелуи слились, там, что это, они уже может быть в пранае были, Раде, Раде, Моги, 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 Раде, Говин, он, 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 Раде и Мохан, они были в этой Ананде стаде потому что finally the fire of separation is extingуished in their hearts и so they are in full happiness and they are kissing each other and they are feeling like topmost happy and Krishna is transferring a battle from his slips to Radhika's slips and what Radhika is doing, she is inviting her Kim Kari who brought Krishna to the kunsh she is asking to come closer and she is like a mother she is transferring from her mouth from her lips to manjeri's lips and there is this custom in India, this Vatsalia mood when a parent is giving from his mouth to his child's mouth and Radhika is saying that very beautiful Radhika's name is Dasi Vatsalia it's her very powerful name it means like she is like a mother to her kinkaris and so he is saying like can you imagine what they are feeling manjeri's when Radhika is kissing them when she is transferring Krishna's sweetness and her own sweetness that she is giving like profusely very she is giving so much to her maidservant and how she loves her and then the vision is finishing and Prabhatananda Sarasvati is like she is losing this beautiful scene yeah and this 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 every Продолжение следует... Продолжение следует... На самом деле, единственная цель, высшая цель нашей жизни — это жаждать ароматы этой страсти, вкусы этой страсти, прикосновения этой страсти, звуков этой страсти, видеть проявления этой страсти. Мы жаждем именно этого. И вот этот вид жажды мы развиваем. Продолжение следует... It is our... We need to be thirsty for this passion. We need to be thirsty for the sounds of this passion, for the taste of this passion, for the smell of this passion. And it is our only duty to desire it, to have this eagerness for this. Но не для того, чтобы наслаждаться самим. Нет. Но для того, чтобы познать ещё глубже вершину этой страсти. It is not for our enjoyment. It is for understanding the depth of the pinnacle of this, to know the pinnacle of this passion. И реализовать это служение. And to realize this in the service. Кинкеры это нужно. Получается, чтобы они были на шаг впереди. На шаг впереди. Знаешь, как кисточка на шаге художника. Она уже на холсте. И вот эти кинкеры, они... То есть вот для этого же, о чём ты говоришь? Это прозревание. Да, это называется прозревание. На шаг впереди. Предчувствовать. 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 And Radha Govinda is saying, it means that we should be one step further. Like a painter who is painting and his brush is going further than his hand. And Damodara is saying, yes, completely right. We should be like in this state. We should be able to see further. To see more. Every time. Об этом говорит Кришна в Бхагавадгите. And Кришна is saying about this in Bhagavad Gita. В этом стихе, о котором мы сегодня приводили, 7-3. In this verse, 7-3. Чтобы постичь его потребности, постичь его нужду, постичь нужду Кришны, может только те, кто понимает его сознание. Because to know what Krishna needs the most, we need to be in Krishna consciousness. Они прозревают его нужду. They are able to see his need, his great need. То есть сам Бог не знает, как. Because the God himself, he don't know how to do it. И Радика не знает, как. Радика, she doesn't know. Ты смотрел кино уже, ну, уже не интересно, конечно. Они должны же быть чистыми. Да, вот как ты говорил, белыми лифтами. Только вот, ну а кто подарит эту игру? Кто? Как и наши грудели. Рады-рады, простите меня. Кришна, он как слепой. В этом мире. В мире Радики. And in Radyka's world, Krishna is blind. Ему нужен поводырь. And he needs some guide to guide him. Он там иностранец. He is like a stranger there. Ему нужен переводчик, и гид. He needs an interpreter there. And this interpreter, this guide is Manjari. Которая прозревает. That Manjari, they make him see. И это та слава, к которой мы сегодня прикоснулись. Непостижимая слава этого пути, пути кинкари, Шематератики. And these are glories we have touched today a little bit of these glories of path of kinkaris, of path of manjans. I'm very grateful to Vaishnavas, who was in this class today. Because you are the most luckiest souls in this universe. Ибо способны и желаете слушать об этом. Because you are able and you want to listen about these topics. Because you want to hear and to know about the topmost secret. Раде, раде. Я тоже рад всех видеть. Радачирана, Сундара, Ананда Майя, Радакрипа, Радараман. Спасибо, Гавида Махини, вам. Спасибо. Спасибо, да. Спасибо. Раде, раде. Спасибо за лекцию. Спасибо, Раде, раде. Джай, Гуру Дэйв. Ну, только раде, раде. Раде, раде. Вообще, у меня все темно. У меня еще и божества ночью с ними сегодня. Представляете, какие-то вообще не мои. Какие-то на темной поляне я смотрю, а они стоят одни, понимаете. И я всю ночь, ну, там, сколько сон снился. Я какие-то вот такие громадные красные слепина ссил. Ну, то, что нашел. Надо видеть что сегодня на ночь он увидел в своем мечте какие-то такуржи в лесу. И он служил на такуржи с большие белые флоры. Он говорит, «Я очень счастлив, очень хороший класс», говорит Городев. «Я очень счастлив, говорит, еще раз». «Спасибо, Городев. Спасибо. Спасибо, Городев. Городев, Городев, это для вас, для Рада. Сиди, Рада. Когда я вижу Рада Говинду, сразу, когда он здесь, я сразу спрашиваю, что он будет счастливым». «Все по милости Вайшнавов, Городев, по милости Вайшнавов, ваших учеников, вашей Парампы, силы Прабхупады и Радхики». IT'S ONLY your mercy and your disciples or our guru of Prabhupada and of Pradhi it's all their mercy. Гуру Дэв очень счастлив, говорит, я очень доволен, что вы проводите. Что-то про мои усилия сказала, что-то не поняла. Радо Чарану скучает очень по Радо Чарану, что он тоже очень, ему Севу такую совершает, большую, огромную, скучаем, говорит, по тебе в Бриндаване. Шил Гуру Дэв, я получил визу, и завтра приедет Радо Чарану. Радо Чарану! Ого! мы любим тебя, мы любим тебя, мы очень рады видеть вас, мы очень рады видеть вас, рады рады